Попался! Тебе водить! С тобой неинтересно играть в салки, Юпепо! Ты слишком быстрый! Это просто вы медлительное! Ну тогда чем ты хочешь заняться? Чего хочу я? Я хочу найти Ауни с его гвардией И узнать, что они обсуждают без нас Но мы не можем за ними следить В логове гвардии они обсуждают важные, серьезные вещи Ты ужасно скучный, Куба! Я не скучный, я просто не хочу нарушать правила Верь нам, Рефу! Братан, подержи меня! Как будущее львиной гвардии, я должен быть там И если они не приглашают сами, мы должны проникнуть тайком Вы спорите о том, что может подождать Смотрите, кое-кто пришел с нами поиграть Только не говорите мне, что Мстари снова сбежал от Сималы Нет! Твоя мама разрешила спускаться сюда, если мы будем рядом? Ох, угу! Надеюсь, что это так Так, а, играть! Кто-нибудь, отбегите его обратно в пещеру Ах, брось, позволь ему побыть с нами Совсем немного Но я не нанимался в свое свободное время проводить в качестве няньки Да, к тому же, когда он в последний раз хотел с нами поиграть, он чуть не погиб Да ладно, это совсем другое дело Он же все время будет рядом с нами Ну да Я тебя вижу Целых пять слогов Что он только что сказал? Отвратительно! Я не думал, что он попадет тебе прямо в голову Великолепно! Ты ужасен! Этот блуд Баобаба был гнилой! Конечно! Свежие не взрываются! У тебя какие-то проблемы, Реджи? Это была шутка! Это не смешно! Может, это у вас проблемы с чувством юмора? Это не было смешно и вчера, когда ты обрызгал меня на водопое Мы с Найвилом всегда были идиотами, но в последнее время ты ведешь себя совсем странно Я странный, сказал Лев, который играет с малышом Пока его любимая львиная гвардия проводит важные сообщения Слышь ты! Серьезно! А если ты такая важная особа, принцесса? Почему они не взяли тебя с собой? Заткнись, Реджи! У нас есть куда лучше развлечение, чем тратить время на тебя Давай, Така, идем отсюда! Эй, ты слышал легенду о говорящем дереве? Мой друг Миайя рассказал мне об этом Хочешь попробовать его найти? Давай! Мы отведем Старик и его маме Увидимся позже! Спасибо, что показали нам это место, принц Така Так, что ты говоришь, делает это дерево? Предсказывает будущее? Ага, мой друг Юпепа рассказал мне о нем Это правда? Вы верите в это, ваше высочество? Это полная чушь, сестренка! Ну, когда я был здесь с другом, нам казалось, что мы действительно слышим слова Может, это просто лесные обитатели? Может быть! Но мой папа говорит, что в старых мифах есть доля правды Вот будет облом, если оно не заговорит Вот ты зануда, мситу! Мне не удалось хорошенько рассмотреть его, когда я был здесь раньше Кто-нибудь хочет залезть внутрь? Не обижайтесь, ваше высочество! Но я не собираюсь застрять в этом пне, волшебный он или нет То же самое, чувак! А сарафина леди, я не пристала сувать свою мордочку во всякие пни С чего ты вообще так заговорил? Ладно, я понял, что вы все струсили Я сам проверю, что там внутри Ого! Что такое? Там что-то есть! Монстр! Ты видел зимби, чувак? Зимби не существует, мситу! Ты же ведь не его видел? Жми! Хи-хи-хи! Хи-хи! А? Что смешного? Думаю, Така просто испугался этого маленького караеда Караеда, чувак? Что? Нет же! Там был огромный монстр! Ну вот, караед довольно большой, ваше высочество Ха-ха! Но ничего постыдного в этом нет Да, многие ребята их боятся. Нам пора идти. Наши родители должны быть волнуются. Да заткнитесь вы, мальчики. Спасибо за прогулку, принц Така. А ты называл всех трусами. Очень мило, Така. Да что с тобой такое? Я хотела произвести на них впечатление. А ты все испортил. Со мной что-то не так. Кто из нас испугался гусеницы, принцесса? Ты знаешь, это было не... Что, черт возьми, не так с твоей жизнью? Что тебе нужно испортить мою? Может, ты мне просто не нравишься. Ходишь с таким видом, как будто ты здесь хозяин. Только потому, что будешь глупым львом-охранником, Когда вырастешь. Ты и твои тупые друзья. Ты уже выбрал их для своей гвардии. И они это знают. А теперь вы все ведете себя так самонадеянно, Только потому, что собираетесь быть... Быть няньками королевства. Может, мне просто кажется, Что тебя не помешало бы поставить на место. Идея. Така, мама просила позвать тебя. Ты опоздаешь. О, Така, что во имя земель прайда ты делаешь? Креативный способ инкубации. Ты достал это яйцо из гнезда. Что ты задумал? Ну, понимаешь, я... Ну, я хотел, чтобы оно прилетело реджем в голову. Ну, зачем тебе это? Ты не видел, как он себя ведет, Муфаса. Он напугал меня на глазах других львят. Он столкнул меня в водопоре. А на днях он бросил плод баба мне в голову. И ты решил отплатить ему тем же? Ну, да. И ты бы выбросил яйцо из гнезда, Потому что другой детеныш расстроил тебя? Где-то сейчас охотится мама-птица, Которая прилетит домой, чтобы... Ты все равно не должен пытаться кому-то отомстить. Ты мог бы просто поговорить с мамой и папой. Ты просто не знаешь, Реджи. Зато я знаю, что нарушать круг жизни ради мести – это не выход для принца. Змеи все равно убивают эти чертовы яйца. Змеи их едят, а не кидают чьи-то головы. Родители будут недовольны. Не говори им, прошу. Этого больше не повторится. Хорошо, но постарайся в следующий раз, Когда тебя кто-то побеспокоит, Вести себя как принц. Реджи не просто меня беспокоит, он... Ты должен почитать круг жизни. Мама просила передать тебе, Что ты опаздываешь на уроки с дядей Ауни. А теперь я опаздываю на свои с папой. Увидимся позже. Знаешь, может, мне и не надо ставить тебя на место, Когда есть твой брат. В следующий раз моего братца не будет рядом, Чтобы защитить тебя. Вот так, чуть дальше скалы Малема, Мы и правда увидим тюжи семьи. Дедушка как-то говорил, Что встречался с аутслендерами. Они опасны. Не волнуйтесь, Мы им не попадемся. Я просто покажу вам кое-что классное. Все в порядке, Реджи. Мы не боимся. Ну как? Круто! Смотри, сестренка, Там крокодилы! Ого! Осторожно! Я слышал, что все обитатели чужеземья Ничтут круг жизни. Они едят всех детенышей, Что им попадаются. Ты напугала Килли? О, прости! Я не боюсь, Куиши. Разве что чуть-чуть. Хотите посмотреть поближе? Я смогу вас защитить. Нужно просто залезть повыше. Ты безумен? Или безумно храбрый? Ну? Ну? А-а-а-а! Хи-хи! Кто? Что за? Что это было? Это всего лишь эхо, Реджи. Ну как? Понравился тебе мой маленький фокус? Очень смешно, принцесса! Принц Тока, вы нас напугали! Звучало так, будто вы использовали зов предков. Ха! Я просто хотел напугать этого термита. Ты в курсе, что уже можешь слезть? Или боишься, что я снова начну издавать громкие, жуткие звуки? Я... Я не могу слезть! Я никогда раньше не забирался так высоко на дерево! Не можешь слезть! Звучит так, как будто кое-кто перепугался. А-а-а! А ты говорил, что это я трус! Если бы тебе хватило смелости спрыгнуть вниз, ты бы сейчас не висел над крокодилами! Эй, сначала это было смешно, но я не думаю, что это дерево выдержит! А кто сказал, что я этого хочу? Прекрати! Реджи, это было ужасной занозой в моей жизни! Может, пришло время исполнить свой королевский долг и избавить земли от такой пакости, как ты. Знаешь, ты был прав. У меня уже есть муфаса, чтобы действовать мне на нервы, и ты мне не нужен. Эй, послушай, я извиняюсь. Ладно. Ух ты! Крокодилы почти достали до ветки. Интересно, когда они ели в последний раз? Послушай, я просто завидовал, что ты станешь лидером львиной гвардии, а я нет. Прошу, прекратишь это дерево, я же упаду. А может, мне плевать. Он сейчас упадет! Я надеюсь, мне не придется говорить королю, что вы, ауслендеры, хотели сожрать одного из детенышей Прайдленда. Нет, нет. Мы просто... мы хотели поймать его и вернуть на землю. Ага. Сомневаюсь. Хорошо, что вы додумались найти своего папу и привезти нас, девочки. Моя команда проводит вас домой. Бусара, позаботься о Реджи. Он все еще немного в шоке. Ты жалкий идиот, Реджи! Ты просто смешон! Невероятно! Кума, прошу, это не поможет. Каково это иметь нормальный детеныш Иоуру? Я понимаю, что ты расстроена, но... Расстроена? Я позабочусь о том, чтобы он никогда не смог снова лазить по деревьям. А-а-а! Юный принц Така! Дядя, наконец, позволил тебе увидеть пещеру львиной гвардии. Ку-ку, а Рафики не могли бы вы дорисовать завтра? Мне надо поговорить с племянником наедине. Что случилось? Думаю, мы скоро об этом узнаем, юный ученик. Я не хочу знать, кто это начал, но... Просто скажи мне, о чем ты думал? Реджи-агрессор! Он постоянно толкает меня, ставит неловкое положение перед другими детенышами, и... и... это вина мупасы! Он не позволил мне отомстить ему раньше! Ах, конечно, поведение Реджи недостойно, но ты мог бы поговорить об этом с родителями или со мной. Если ты не хотел впутывать нас, то мог бы пойти к Зузу, ку-куа, любому взрослому, но вместо этого ты решил его убить. Ты хоть понимаешь, какие последствия были бы у твоего поступка? Да не хотел я его убивать, просто напугать! И поэтому ты тряс дерево до тех пор, пока ветка не сломалась. Я был зол и забылся! Я просто дразнил его, вот и все! И вообще, это вина мупасы, если бы он не остановил меня прежде чем... Забыться от злости не всегда будет оправданием твоим действиям. Я хочу, чтобы ты понял, у тебя было время остановиться, но ты этого не сделал, позволив своему взять верх над собой. Ты ждал, пока не стало слишком поздно, чтобы понять, что ты слишком далеко зашел. Ох, у тебя не всегда будет такая роскошь, как время. Придет время, и ты займешь мое место в круге жизни. Ты получишь рев предков для защиты земель Прайда. С этого дня ты никогда больше не сможешь позволить себе забыться. Будет лишь выбор, который тебе придется сделать. Опасной ситуации, в которых тебе придется решать, как реагировать. Сила рева – нечто большее, чем просто сдувание твоих врагов. В любой ситуации, с которой ты столкнешься, жизнь Брэдлендеров, чужеземцев – все будет в твоих лапах. Решение убить никогда не может быть принято легко. Даже на охоте мы никогда не убиваем больше, чем нужно, чтобы выжить. Ты не можешь позволить гневу взять верх над тобой, когда речь идет о жизни. Если ты это сделаешь, то окажешься всего в нескольких шагах от того, что зло полностью поглотит тебя. Ты помнишь, что случится, если ты используешь рев предков со злом в сердце? Ты лишишься рыка. Великие короли прошлого знают, что каждое животное заслуживает жизни, как ныне живущее, так и будущее. Мы одно. Никто не может легкомысленно относиться к смерти. Ни король и королева, ни львиная гвардия, особенно львиная гвардия. Я собираюсь посмотреть, что можно сделать с Реджи. Его поведение по отношению к тебе тоже было неприемлемо. Думаю, моя гвардия уже рассказала твоим родителям о том, что сегодня произошло. Я выложу им твою позицию, и вместе мы решим, как объявить об этом всем остальным. Думаю, тебе лучше переночевать здесь. Постарайся поизучить рисунки на стенах. Может, хоть они смогут научить тебя чему-то о круге жизни, раз у меня это не получилось. Така говорит, что не хотел доводить до этого. Он уверяет, что Реджи обижал его, а тот просто хотел отомстить. Мои девочки говорят, что Така собирался, точнее, угрожал убить Реджи, когда тряс то дерево. Всем понятно, что Така поступил неправильно. Но можем ли мы утверждать, что он осознавал последствия своего поступка? В их возрасте смерть кажется чем-то абстрактным, просто плохим событием. Така даже охоты никогда не видел. Неужели мы можем утверждать, что он понимал серьезность последствий? Я имею в виду, сколько раз мы сами, будучи в гневе, заявляли, что убьем кого-то. Ауни, а что думаешь ты? Ты ведь говорил с ним. Я... Послушайте, я не знаю. Така говорит, что не хотел убивать Реджи, и мне хочется ему верить. А Хади прав. Дети в их возрасте еще не совсем понимают, что такое смерть. Я был чуть старше Таки, когда убили мою мать, и тогда я не мог понять этого. Я понял только, что теперь буду жить с семьей Махату и больше не смогу убедить маму. Только через месяц я осознал, что именно это значит. Я думаю, думаю, что Така просто был рассержен, и его мысли ушли в самое темное русло. Так или иначе, у Таки и Реджи будут свои версии произошедшего. Мы должны решить, что скажем Прайду, прежде чем мальчики сделают это сами. Чего тут решать? Да скажите вы Прайду правду. Мой сын буквально довел паренька. Думаю, нам стоит сказать, что он не понимал, что делал. Мы усилим его уроки с Ауни. Со временем он поймет, повзрослеет. Если вы в этом уверены, Ахади, рассказывайте. А мне надоело. Надеюсь, на этом все. Я же не сделал ничего плохого. Тупой Реджи, тупой Муфаса, тупая рвиная гвардия.